Трапить сюда не так просто. Верхняя жара уходится в пограничную полосу, для наведывания какой-то необходимый специальный пропуск. И еще одна особенность этих местин. Веска находится на территории 30-ти километровой зоны за обруживанием. Правда, у самих жарах повышенной радиации нема. Зато и на жилье у этих живописных местинах стабильно высокий попыт. На сегодняшний день господары заявились на вот таких будинках, на яке у инжих местах никто не звернул бы увагу. На явность майомости дозволяя без проблем траплять в пограничную полосу. Причем не только грамотянам Беларуси. Дому в верхних жарах набыли напрыгать. Жахары Москвы и Киева. У Комаринском поселковом совете причину такой запотребованности ведают добро. Жары одно из лепших у Беларуси местов для рыбалки. Там всегда постоянно едут рыбаки. Приезжают с города Узгомеля. Даже если с Майлевской области, с Витебской области приезжают туда на рыбалку. Займаться огородницам у верхних жарах нега. По-перше, гребы тут выключено песчаные и малоуродливые. А по-другому, у жарах спекотных дн значительно больше, чем у любым иншим местам Беларуси. Статуя отпочинок тут добры. Лидия Русских, местовая уродженка, а я уже давно живя в Москве. После выхода на пенсию, каждый год на некакие месяцы приезжаю в Увёску. Часто разом с детьми и внуками. Тут совершенно другая жизнь. Здесь живём на земле. Это очень важно, потому что в бетоне жить сложно целый год. Поэтому мы приезжаем, дышим воздухом, купаемся. Зараз семья Русских, сбирая у Вёссы, розно-старожитные и навык просто неизвычайные речи. Как и всё тримается, господары марат открыть невеликий музей Вёски. Убылые часы верхние жары были довольно великим населенным пунктом. По перепису 1959 года тут наличивалось 750 дворов. Вёска была центром сельсовета. Тут размешалась середняя школа, фельдшерско-акушерский пункт и отделение сувязи. Зато и сё лета тут заявились одразу два операторы сотовой сувязи. У вугули зараз сярут мясцовых славутосю, крама и агросадзиба. Ёси ещё былый панский маёнтак. Але после того, як с будынку выехала лясництва, он находится не в самом лепшем стане. У былый панский сядибе можно открыть гостиницу и сучасную агросадзибу. Но вот при самой высокой температуре на улице тут за всё декомфортно. Могли ж неколи так будавать. Правда, как привести всё это в парадок, необходимы значные сродки. А тому придётся шукать инвесторов. Особливость верхних жаров – великая колькость дубов. Протки мясовых жахаров посадили их ещё до Костричинской революции. На некоторых древах можно убачить и колоды для пчёл, вырубленные прикладно в тот же час, даречий мёду в верхних жарах. И зараз шмат.